8 ноября я в Геше и открыл горнолыжный сезон. На курорте сейчас около 20 человек, которые пытаются раскатать этот пухляк. Потому что за последние дни выпало 1,5 или 2 метра. Открытие сезона будет 18 ноября, а пока на курорте никого. Мне кажется, такое бывает раз в десятки лет. Как парад планет. Заговорил уже рэпом. Но на самом деле, такая тишина невероятная на курорте, столько снега, мы не можем его просто искатать физически. Такое в Шерегеше впервые по моей памяти. И не знаю, когда в следующий раз это будет, но мы готовы поделиться с вами этими проездами и этими эмоциями. Смотрите этот видос и наслаждайтесь. Сейчас за окном в Москве. Дожди нальет. Посмотрите, идет сбор вещей. 46 килограмм, 23 килограмма чехол и 23 килограмма сумка. Докладываю весь из полей. Я приехал в аэропорт. Первое, что мы делаем всегда, взвешиваем наши сумки. Вес бочонка 20 килограмм. Сколько же это вообще? Просто крокодил этот будет весить. Помимо вот этих двух чехлов, мы отправили еще две больших коробки в Шерегеш. То есть, скорее всего, общий вес около 60 килограмм моих вещей. Все потому, что у меня три доски, двое пар ботинок и двое пар креплений. И это только вот, только hard stuff, да. Представляете, какое количество еще там термух. Просто одежды, да, катальни горнолыжные. То есть, только где-то 35, даже 40 килограмм. Это только горнолыжный stuff. Потому, что там еще есть лавинный рюкзак с бипером, щупом, лопатой. Балаклавы, шлема, перчатки. То есть, бух, маски. Ой. Положил крокодила. Ё-мо-зайк. Вот у нас как раз-таки полтора килограмма улетают туда. Ну, просто впритык. Просто впритык. Еще 10 часов. И мы будем уже на склоне. Просто охренеть. Мы попали в сказку, друзья. Снег вокруг. Я бы не представляю, сколько там его в Шерегеш. А, ребят, просто как бы пытаюсь выйти из машины. Сугроб космических масштабов. Охренеть. Ну, что, я заселился в свою царскую хату. Это лучшая квартира, которая была у меня когда-либо. Рум-тур. Первое, с чего мы начнем, бочка. Просто посреди хаты бочка-сауна. Бабах. Главное туда не ходить в туалет. Поэтому пьяных мы сюда не зовем. Кухня. Там комната с спальными местами. И вот еще одна тоже комната со спальными местами. Все классно. Туалет подписан. Подписан туалет. Ходить сюда не в бочку. Короче, просто люкс. Потому что в Шерегеше обычно живешь в бабкиных квартирах. А здесь все просто. Отодрали. Отодрали стены. И по новой все отремонтировали. Очень светлая, классная хата. Кайф. На улице посмотрите, что происходит. Просто апокалипсис. Это крепление должно быть сзади. Алексей, как ты сюда вставлять ногу будешь? Левое крепление на правое поставил. Все. Я спал 4 часа. Мне можно, в принципе, такие допущения делать. Вот эта красотка. Перекрасил крепление. Черная доска. Мощь. Ковер. Вот он. Коврик. Во. Просто Шерегеша ковер. Знаете? Наши бабушки и дедушки ковры себе в квартирах вешали. Но в Шерегеше люди пошли дальше. Они вешают ковры на здание. Приехали на гору. Вот такие таксушки здесь есть. Есть легковые. Стоит такси от поселка до горы где-то 350 рублей с снарягой. 350-400 за 4-х человек. Если едете до сектора Е, то там стоимость около 550-600 рублей. А ехать на минуточку 7 минут. Вот такие цены нынче. Прямо как в Москве. Мы сейчас в самом низу горы и, получается, видим вот эти кусты. Кустов как бы пока что много, потому что всего лишь там пару снегопадов было, да. Снег пока легкий. Сейчас он чуть-чуть слежится и еще раз снегопадик какой-нибудь накроет и веточек прям намного меньше станет. То есть даже сезон не начался. Начало ноября, 8 число. И мы имеем такой снежный покров. Это уже говорит о том, что открытие будет превосходное. Еще хотя бы один снегопадик, и это будет просто волшебно. Ну что, у нас первый спуск. Сегодня, посмотрите, немного облаков, такая мягкая погодка. Наверху снега адски много. То есть тут еще надо протропить дорогу, чтобы хоть как-то проехать. Хвала нашим лыжникам, которые могут протропить, что у нас волшебная погода. Ширигеш, после снегопадика. Почему бы нам вот сюда не поехать, да? О-хо-хо-хо! О-май-гад! Ой-ой-ой! Ой-ой-ой! Вот это у нас томский лес! В обычное время эти маршруты раскатываются самыми первыми, потому что они находятся рядом с фристайлом, рядом с подъемником Skyway. Их сметают просто за один спуск. Сейчас 10 утра, мы едем по свежему пухлячку. Я не могу вообще поверить своим глазам. Это просто огромные поля снега. Такие же огромные, как и скидка по моему промокоду в магазин Кант. Если хотите обновить снарягу, держите промокодик в описании к этому видео. Ну а мы продолжаем дальше балдеть и наслаждаться этим снегом. Сейчас будем тебя эвакуировать. Эвакуация лыжника. Ёжик в тумане. В этой нелегкой борьбе. Ааааа! Ааааа! Субтитры сделал DimaTorzok За всю историю, сколько я был в Шерегеше, я такого количества людей не видел То есть у нас на горе катается сейчас человек 20 И вот до конца еще сложно осознать, что если бы сейчас был открыт сезон Абсолютно все подъемники были бы перегружены Полтора часа с открытия канаток и все было бы искатано Вот по тем маршрутам, где мы катаемся, да? А сейчас мы делаем спуск вокруг никого То есть сейчас мы едем на подъемнике, я не вижу ни одного человека Невероятная тишина И когда начнется сезон, здесь, конечно, будут толпы народу Каждый год такое ощущение, все больше и больше людей приезжает в Шерегеш Это связано и с популяризацией курортных мест И я в этом виноват, простите меня, братья стубартисты и лыжники Что у нас такие, конечно, перегрузы на горнолыжках Кстати, сегодня такая пасмурная погода Использую линзу Pink Вообще просто волшебный рельеф, очень хорошо читается Если что, вот в этой маске катаюсь четвертый год, мы ее сами делаем И, ребята, you're welcome Можете переходить по ссылочке в описании, покупать себе маску и кайфовать Она, кстати, на магнитных линзах Оп, сняли, линзочку другую поменяли И уже как будто с новой прям маской Гоняйте, кайфуйте Сейчас проедемся по Томскому лесу Мне кажется, нам нужно вон туда сейчас прорваться Это фрирайд маршрут под названием Томский лес Как я уже вам и говорил Он отличается тем, что здесь не так много леса Но есть вот такие шикарные просеки Где можно ехать, балдеть, кричать, пищать Никто вам слова не скажет Уклончик небольшой Снежка всегда в достатке Главное, не пропустить выезд Не пропустить траверс в конце Который вас привезет на подъемник фристайл Иначе вы застрянете На положнике придется выходить пешком Кстати, полный обзор на курорт Ширигеш У меня уже есть на ютубе Посмотрите на моем канале Всплывающая ссылочка будет наверху А также в описании к этому видео А также множество контента я публикую В своем телеграм-канале Который нигде абсолютно не появляется Подписывайтесь туда А также в инстаграм смотреть охеренные смешные релзы Если вы новичок, вот эти маршруты для вас Самые оптимальные Здесь можно сильно не устать Но при этом насладиться вот этим Ширигешским вайбом А именно большие елки И вы едете между ними Выезжаем из Томского леса Посмотрите, как много снега Это мы едем к фристайлу То есть засыпан подъезд А тут в прошлом году были камни Мы сейчас едем просто Уииии Ха-ха-ха Просто считай в палдере Давайте посмотрим, сколько стоит нынче Ски-пасс Я прям подъехал на сноуборде Ха-ха-ха 300 рублей Это летние цены за один подъем на фристайле Но зимой цена будет ниже В прошлом году была цена 200 рублей за подъем В этом году, может, 220-250 Вот Но на остальные подъемники цены не дешевле Ребятушки И поверьте, это один подъем только. Так, ну что, посмотрите, какие узавершенствованные новые эскипасы. На подъемнике фристайл такие чеки. Чеки прям как на Чигете. Купоны счастья, друзья. И мы их используем по назначению, не сомневайтесь. Спасибо. Сезон у него неумел, он лучше не еб. Так, хорошо. Ну вот, когда не умеет, то и умеет. Хорошо езжайте, ребята. А что, уже было, что-то? Ну, пешком люди закатывали, знаешь. Пешком? По ладуру поднялся. Я, говорит, не умею ездить. Это так галатно. Да, это так. Ну, просто не отратачено ничего. То есть во фрирайде... Сейчас-то уже класс. Сейчас уже нормально. Я вот что-нибудь с утра ехал, все замечательно. Ну, есть такие персонажи, да? Конечно, конечно. Ну, что вы слышали, ребят? Канадчик уже рассказывает истории интересные о том, что кто кататься не умеет, только доступен фрирайд сейчас. А если вы не умеете, ну, просто хотя бы базовый карвинг какой-то делать, да, по склону, вы здесь просто умрете. Ну, просто пешком по сугробам будете ходить. Так что, новички, неопытные, вы пока можете смотреть на нас и облизываться. А также вы можете прогрессировать, да? Пока что вам фрирайд недоступен. Обучайтесь с инструкторами, обращайтесь к ним. Ходите в какие-то группы, да, где вместе обучаются люди там карвингу, фрирайду. Вот. Катайтесь с гидами. И можете даже параллельно обучаться у нас, смотреть наши видеокурсы, то есть совмещать. То есть в совокупности это будет просто очень круто. Будет у вас понимание, какая техника есть, какие подводящие, как тело должно работать. Знать будете свои ошибки и также их отрабатывать. Если совмещать оффлайн тренировки там с инструкторами, в группах и еще наши видеокурсы, то это будет вообще сказка. Вот. По ссылочке можете получить доступ к бесплатным курсам нашим. Есть также мини-курсы. Все в описании к этому видосу. Ну а мы поехали дальше раскатывать паудер. Нет времени болтать. Ну что, опять поднялись. У нас работает только фристайл, кстати. Мы катнули уже на Томском лесу под скайвейтчиком. Сейчас прокатимся рядом с Еленой. Ну что, вот вы скажете, по снегу скажете, как по сравнению с прошлыми годами. Нормально. Ну, в этом году, могу сказать, более-менее. Мы сейчас и поедем проверять, пухляк. Вот я уже вижу. Кто-то нам проторопил. Это подъемники Елена, а вот тут классные поля. Обожаю эту местность, потому что скорость можно набирать. Ёлок не так много, но как бы лакомое местечко всех остальных. Ой-ой-ой. Вот это поля. Главное, аккуратнее. Смотрите, тут Егорчик нормально. Заранее перестраховался. Вот тут рядом с сектором Е. Ребята, аккуратнее. Здесь ратраком проходят. И получается, есть некоторые сбросы. Ну, снега немного. Он чуть подрастаял. И там вот камни аж торчат. Туда, короче, лучше не заезжать. А то как шкуркой вас. Ну, что, рискнем? Кайф. Давай сюда. Жёстко. Просто хищник. Погадай. Лыжный хищник. На сноубордисты походятся. Будьте осторожны. Рубрика в кабинке со звездой. Сегодня у нас Денис Доропей. Физкуль, привет, туристы. Как вам катание открытия в Серегеше? Открытие шикарное. И сейчас по следам под канаткой можно понять, что приехали уже туристы. Потому что местные инструктора под фристайлом в начале сезона не катаются. Тут вообще трэш творится. Да. То есть, если вы хотите, чтобы вас здесь респектанули, вот здесь не надо ездить. Просто выехали отсюда, припарковали доски, и вот выехали в дом к Дэну. Он решил устроить нам опрыски. Не хватает только музык. Ой, ой, ой. Вот этот стрёк от снегоуборщиков. Лучшая музыка. Ну что это, блин, такое? Давайте за приезд. За приезд. Делаем наш заключительный спуск. Едем в сторону сектора Е. Но спускаться будем по панораме. Подъемники еще не работают, не запустили. Ни сектора Е, ни панораму. Работает только один фристайл. И пару подъемников на каскаде включат. Ну, таких низких. Уже работают ратраки. Такое ощущение, что на секторе Е уже трассу приготовили. А, возможно, и на панораме тоже. Но подъемники вообще как бы не алло. Не работают, пока что не запускают. Ждут начала сезона открытия. Спуски, которые вы видите сейчас, я уже сделал на следующий день. И все равно ничего не раскатали. Просто первым следом еду по панораме. Это одно из моих любимых мест в Ширигеше. Так как на диких ходах, просто в один спуск, могу ехать до самого низа. Шикарные поля в начале, которые вы уже видели. Шикарный лес. И самое главное, хороший уклон. Из-за этого спуск получается недолгим, но зато прям адреналиновый. Всем рекомендую прокатиться по этим маршрутам. Если, конечно же, вы застанете снегопад. А на самом деле снегопадов планируется еще много. Сказочный сезон. Надеюсь, что он продолжит в том же темпе нас радовать. Ай, царян. Нам лучше подняться, это факт. Я как глист в этом подшлемнике. Чуть-чуть проехали вот эту просеку. Ее кто-то вытоптал. Слава богу, потому что вон там я вижу подъемник. Если бы мы дальше уехали, и если там не было бы выхода, ой, мы бы застряли. Я так застревал на минут сорок. Либо до дороги надо было выходить в сторону, ну, в сторону дороги. Либо к панораме там, к выходу. Два или три последних года, когда я открывал сезон в Шерегеше, такого не было. Были очень малоснежные открытия. Но это, видимо, бонус за то, что мы ждали и терпели все три года. Вот теперь я узнаю этот Шерегеш. Супер снежный, да, такой пухлый. Когда снег валит и валит, валит и валит. И ты просто, ну, ты уже не успеваешь его выкатать. Великолепный, шикарный день. Сделал этот выпуск немного в лайв-формате. Добавил там какого-то личного контента. Напишите, насколько это вам вообще интересно или нет. Вот, просто дайте обратную связь. Пишите любые комментарии насчет этой прекрасной зимы. Кто уже открыл или не открыл. Кто где и когда собирается открывать, кстати, горнолыжный сезон. Тоже welcome в комментарии. На этом все. Прекрасный катальный день. Надеюсь, и ваш сезон начнется так же охрененно. Всем пока. Итак, 14 ноября у нас идет снегопад. Вот, небольшие пролеженные из-за плюсовой погоды были на трассе. Но сейчас мы их не видим. Вот. Шепот выпало сантиметров 15-20 наверху. Ну, 10 точно. Возвращение 15 наверху. Ниже мацы было поменьше. Ну, как бы снега на остатке.